Меня зовут Валерий Намазов, я основатель брендингового агентства Брендбери, которое находится в Самаре. Мы занимаемся написанием стратегий для компаний, разработкой названий, логотипов, фирменных стилей, пишем брендбуки для компаний по всему миру. Мы очень любим некоммерческие проекты. Мы делаем некоммерческие проекты как по заказу, так и просто для себя. Мы нарисовали новый герб Самары. Кто догадается, что это за дети? Как вы думаете? Правильно, а если в нашей реальности мыслить, кто это? Кто сказал мэр? Мэр и губернатор, все правильно. И основная проблема в разработке для некоммерческих проектах в том, что, как вы можете заметить, у них все не очень красиво, не очень функционально, потому что они по какой-то причине не используют приемы и методы, которые используют в нормальном бизнесе, в коммерческих организациях. Вот сегодня наш доклад – это стратегический подход к разработке продуктов и услуг для МКО. Звучит немного запутанно и страшно, но это поможет вам, а почему-то не вся картинка отображается. Это поможет, на самом деле, привести ваши мозги в порядок. И я попробую это сделать сейчас. Немного страшных цифр. 3 миллиона – это общее количество приложений, которые есть сейчас вообще в мире. Кто хочет сделать проект в стол? Никто не хочет. Все хотят, чтобы приложения были полезными, нужными и востребованными. Для этого нам нужно иметь, во-первых, цели. Кто учился на менеджменте? Есть такие люди? Кто помнит, что такое смарт-цели? Помните? Вот, посмотрите. Отлично. В общем, это изучали все, на самом деле, практически, но никто об этом не помнит. Поэтому нельзя просто так создать продукт, об этом сегодня уже говорили. Всегда нужны цели, всегда нужно понимать, что мы делаем и для кого. Цели должны быть конкретные. Примеры. Я хочу, чтобы в Самаре было хорошо. Это очень плохая цель. Но вообще-то она хорошая, конечно. Но пример хорошей цели – я хочу создать сервис, который отслеживает расход бюджета города. А это цель конкретная. Цели должны быть измеримые. Мы должны понимать, в чем будет измеряться результат. Результат может измеряться в количестве скачиваний, в количестве пользователей, в индексе лояльности, в индексе удовлетворенности, в конце концов. Должны это тоже понимать. Цели должны быть достижимые. Мы должны понимать, за счет чего мы достигаем этой цели. Может быть, у нас классная команда, может быть, у нас потрясающий маркетолог, может быть, у нас команда дизайнеров самая талантливая. Должны все эти факторы как чек-лист вот так вот сделать и понять, за счет чего мы достигаем эту цель. Цель я имею в виду ваш сервис, продукт или приложение. Цель должна быть значимой. Вот это очень важно. Когда мы что-то делаем, мы должны всегда задавать себе вопрос, зачем мы это делаем. Это вообще такая минутка бизнес-молодости. Кто знает, что такое бизнес-молодость? В общем, мы должны отвечать на вопрос, зачем. Допустим, мы хотим сделать приложение для бегунов. Зачем мы это делаем? Потому что мы хотим создать сообщество бегунов в Самаре. Зачем мы хотим создать сообщество бегунов в Самаре? Для того, чтобы людям было где общаться. Ну или вместе бегать. Зачем людям вместе бегать? Это дает им ощущение свободы. Почему это дает им ощущение свободы? Ну потому что они чувствуют себя счастливыми. В общем, любая ваша цепочка, она должна приводить к тому, так или иначе, это делает меня счастливым. Ну плюс-минус. А если в вашей цепочке вопросов нет ответа, это делает меня счастливым, значит, это плохая цель. Ну и, естественно, сроки. Когда вы делаете какой-то проект, вы должны понимать, что у вас должны быть четкие временные рамки. Иначе проект сваливается в бесконечность, истекает бюджет, истекает энтузиазм. Как думаете, что истекает в первую очередь, бюджет или энтузиазм? Правильно, энтузиазм, конечно же. Следующий блок. Нельзя просто так взять и создать продукт или сервис без понимания пользователей, без понимания тех людей, для кого мы это делаем. Поэтому мы изучаем целевую аудиторию. Кто знает этого человека? Вот. Поняли, какая целевая аудитория собралась здесь? Первое. Вы не целевая аудитория. Сейчас мы рассмотрим несколько методов понимания нашей целевой аудитории. Первый метод – это наблюдение. Это очень простой метод, доступный всем. Вы просто идете туда, где есть что-то релевантное вашему продукту, и смотрите, записываете, фиксируете, изучаете. Здесь уже говорили про исследования. Это на самом деле очень важно. Потому что без исследований не получаются хорошие продукты. Интервью. Метод также доступный всем. Мы спрашиваем у людей. Не надо тупо спрашивать о том, а хотели бы, чтобы был такой продукт. Нужно задавать вопросы, которые проходят немножко по-касательному. Самый хардкорный вариант – опрашивать незнакомых людей. У кого есть силы для этого, тот может попробовать. Следующий интересный способ – это нетнография. Нетнография – это изучение аккаунтов людей, изучение в интернете. Твиттер, Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук – все подходит. Изучаем, что они пишут, изучаем, что они лайкают, изучаем, где они отдыхают, что они комментируют. В общем, пытаемся понять этих людей. Дальше я расскажу, зачем вообще нам это нужно. Зачем нам вот эта слежка нужна. Отличный метод – это изучение сообщества и форумов специализированных по вашей теме. Там вы найдете сразу информацию, которая пользовательно уже собрана, структурирована по всем темам. Самый лучший способ взаимодействия с сообществами и форумами – это создавать свои вопросы и темы относительно вашего проекта. Я читал на сайте, например, там есть проект у Вани по поводу набережной. Просто, чтобы вам понять, нужен ли вообще этот продукт, вы можете зайти на сообщество какой-нибудь большой деревни и устроить опрос. Это же как бы очень просто. Вы сразу же поймете, нужно ли это или не нужно. И это касается любого продукта вообще в принципе. Потому что исследование рулит. И то, что говорят люди, это правда очень важно. И последний способ исследования – это кастомер джорни. Кастомер джорни – это путь пользователя. Для этого нам нужно просто вжиться в роль пользователя и понять, как он проходит все от начала до конца. Есть отличный пример. В Англии создали такой костюм пожилого человека. Это такие очень тяжелые латы своеобразные, пластиковые, очки, через которые ты плохо видишь, беруши в ушах. И ты когда все это одеваешь, ты чувствуешь себя старым. Ты в таком костюме пытаешься пойти в магазин, пытаешься что-то купить. Это очень глубокий, дорогой метод исследования. Но я вас призываю вжиться в вашего потенциального потребителя. Вот эти все приемы, они на самом деле из маркетинга. Они из стратегического подхода. Но НКО никогда практически это не использует. А это очень важно. Именно это нужно для того, чтобы продукт был эффективным. Я приведу пример. Есть продукт онлайн лейка у теплицы. Отличный продукт, который позволяет… Это такой виджет, который можно установить на любой сайт. Плагин. Я думаю, что это достаточно удобная штука, которая позволяет заплатить, я так понимаю, через любой практически канал. Это вас избавляет от вот этого. Сбербанк такая карта, Альфа-банк такая карта. Пожалуйста, ты можешь заплатить спокойно в одном месте без регистрации и смс. Третий блок. Нельзя просто взять продукт или сервис без понимания потребностей и барьеров пользователя. Простой вопрос. Всем видно. Чем мы работаем? Отлично. Давайте сейчас поймем раз и навсегда. Деньги никогда не являются целью. И даже больше вам скажу. Товары и услуги, которые мы покупаем за деньги, тоже не являются целью. У людей у всех есть глубокие, глубинные мотивы. Кто знает, что такое с инсидием? В общем, это похоже на название лекарства. Вот это карта, матрица того, что на самом деле нужно людям. Сейчас мы быстренько по ней пробежимся. Я не буду углубляться. Это на самом деле сложная тема. Если кому-то интересно, я потом дам ссылки, все это почитать. Основные мотивы людей – это принадлежность, защищенность, контроль, признание, власть, жизненная сила, удовольствие и единение. И две шкалы – это индивидуальный аспект и социальный аспект. Давайте я просто быстро расскажу про принадлежность. Принадлежность – это когда люди хотят быть частью какого-то сообщества, например. Помните, в 10-х годах все танцевали, все ходили в танцевальные клубы. Ну, кто ходил в танцевальные клубы? Вот, смотрите. Это, знаете, не потому, что мы все вдруг стали танцорами или потому, что мы были танцорами. Потому что людям нужно общение, потому что людям нужны социальные клубы. Сейчас люди объединяются на теме фитнеса и здоровья. Вот это называется принадлежность. Вот это социальный аспект. Вот здесь у нас на этой шкале экстраверсия. И людям нужно принадлежать. Вот скрытый мотив хождения на танцы – принадлежность. То же самое вы должны понимать в ваших проектах. Где скрытый мотив вашего пользователя? Что на самом деле он хочет сделать? Кто хочет… Приведите, у кого… Любой проект, дайте мне. Назовите любой проект. Нет, нет, у меня одной фразой прям. Телефонный справочник. Отлично. А он в смысле онлайн? Он офлайновый? Онлайн. Онлайн справочник. Потребность человека. На самом деле это хороший пример. Телефонный справочник, я так понимаю, всех людей, которые… Бизнес или… Всех. Ну, тогда мы говорим, что потребность вашего потенциального пользователя – это контроль. То есть это когда он хочет контролировать, он хочет все знать. Это человек, который… Да, все правильно. Ладно, перейдем дальше. Раньше всю целевую аудиторию сегментировали по социально-демографическим данным. Это всегда было мужчина или женщина определенного возраста с определенным количеством детей. И тогда это было понятно всем, потому что если мужчина, например, 25-30, то это, скорее всего, вот такой мужчина. И по нему было достаточно легко, в общем, все понимать. Сейчас современное общество, сейчас все изменилось. Сейчас молодые люди там в 15 лет открывают миллиардные стартапы. Сейчас женщины в 50 лет уже там не являются домохозяйками, а работают удаленно, копирайтерами, пишут слоганы и так далее. Поэтому у нас есть два человека. Это Леонид, 23, дизайнер, между прочим. Елена, 54, бухгалтер. Казалось бы, это совершенно разные люди. Несколько лет назад у них бы ничего общего вообще не было. Поэтому если бы мы попытались двух этих людей засунуть в одну целевую аудиторию, наша аудитория получилась бы очень размытой. Это мужчина от 23, мужчина и женщина от 23 до 54. Сейчас мы должны сегментировать нашу аудиторию по мотивации. Когда вы думаете о ваших потенциальных пользователях, вы должны понимать, что они хотят, а не то, какие они подростки, старшие школьники, женщины, разведенные или женатые с двумя собаками. Вы должны думать о том, что это просто люди, которые чего-то хотят. И это очень важно на самом деле. Потому что сейчас и Елена, и Леонид, например, очень любят жертвовать деньги на приюты для кошек. И таким образом мы будем строить коммуникацию для них по принципу того, что это люди, которые просто любят добрые, любят жертвовать что-то. Дальше. У нас вообще я задумал небольшой мастер-класс. Раз, раз, раз. Да, в итоге вот эта табличка. Можете, уже не можете, а уже давно нужно писать. А если у кого-то есть вопросы, я с удовольствием помогу и подскажу. Чем для него является продукт? Способом, например, облегчить свою жизнь, способом быть в сообществе в каком-то, способом получить информацию в зависимости от того, что у вас. Способом получать впечатление и так далее. Спасибо. 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 что-то непонятно спрашиваете лучше спросить нет и об этом расскажу попозже это курсы которые мы запустили и учим вот всем этим там он он и и и и с и и и и Продолжение следует... Нет, а категория, ну, что у вас за проект? Ну, да, 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 да. Ну, грубо говоря, отрасли. Да, да, да. Еще раз скажу, глава. Да. Любой, да, на портре должен быть общий. Да, 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 да. 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 его и даже аналогов нету в буквально в реальном мире да то есть если есть вы придумываете какой то виртуальный продукт а он есть в реальном мире вот это кто как он сейчас им пользуются ну что человек хочет в какая категория ну категория там нельзя отдых работа развлечения что у вас за проект а у вас какой проект у вас проект какой информационный проект ну значит у него потребность получать информацию наверное логично категории это конкретно вашей области ну да ну все ребят на самом деле время у вас уже давно за давно закончилось нам еще нужно будет там потренироваться как эти барьеры преодолевать вот мы рассмотрим ваши портреты сейчас самое главное что вы все это написали и мы их обязательно рассмотрим когда вы написали барьеры я надеюсь вы все их написали если вы их не написали вы их должны обязательно написать потому что без этого вообще проект не должен начинаться а мы должны их убирать барьер сейчас мы потренируемся как убирать барьеры для но digital приложений для всех вот этих штук первый пример я хочу заниматься бегом в компании единомышленников но никто из моих друзей не разделяет это увлечение как в нашем сервисе в неком абстрактном сервисе для бегунов мы должны убрать этот барьер какую функцию мы должны внедрить ну например он спринтер или марафонец ну там предложение для бегунов приложение для бегунов вот какую функцию еще мы должны внедрить ну например онлайн да поиск поиск людей которые находятся и добавить их друзья второе я хочу внести пожертвования но боюсь что мошенники похитит мои данные интернету доверять нельзя барьер хороший барьер частый барьер как его реализовать в каком-то digital приложение да 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 правильно и опять еще раз второй пункт мечтаю узнать больше об истории родного города но не хочу читать скучные статьи какой должен быть ответ нашего сервиса ну да почему нет тоже вариант правильно гимнификация то есть мы например исследуем город наш да и ачивки получаем сразу вот вот чтобы получить вот это друзья нужно понимать нужно исследовать людей а вот это вы никогда не не узнаете просто из своей головы вы это узнаете только если поговорите с людьми если следует их аккаунты потребности которые вы тоже пропишите обязательно каждый для своего приложения потребности этого человека давайте еще раз потренируемся я хочу завести новых друзей и больше общаться какой будет наш ответ ответ нашего сервиса на эту потребность ну да элемент соцсети в нашем приложении то есть ну там что еще да 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 или например чат ну то есть он же хочет больше общаться внедряем чат отправлю да отправляем сообщение друг другу просто второе я творческий человек и хочу себя реализовать как наш сервис должен отвечать на этот запрос еще раз например правильно 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 все правильно да это ну в общем суть в том что это должен быть юзер генерей этот контент то есть как творческие люди они сами хочу быть в центре событий последние потребности правильно лента новостей я хочу воспользоваться ситуацией прорекламировать наш курс на котором мы рассказываем про дизайн про стратегию это наш сайт можете его запомнить можете его записать большое спасибо надеюсь